ОРТ представляет В рамках фото биеннале 2000 Проект Московского дома фотографий Молодёжь третьего тысячелетия Москва, Центральный дом художника Ростокина Лада Действительно дёшево 18-18-002 Каждый день и каждый час На русском радио Супер игра морской бой со звёздами Слушай и выигрывай 350 призов и один супер приз Уляй до победного Опыт, который мы не ждали Все ведущие домов Франции, США, Италии Автовая торговля Строкование и доставка грузов Без вкладки не каталоги Мы делаем погруз Вы делаете деньги До встречи Время новости Смотрите на лицензионном видео Звёздные войны Эпизод 1 Скрытая угроза Доброе утро, уважаемые Зажигаем Наша музыка Наша радио Сделано в России Достаточно В номинации Ну, очень большой Доброе утро, уважаемые Доброе утро, уважаемые Звёздные войны Доброе утро, уважаемые Здравствуйте, в эфире новости общественного российского телевидения. Афганское движение «Талибан» в ответ на заявление помощника президента России Сергея Стражемского о возможности нанесения превентивных ударов по базам террористов в Афганистане выступило с угрозами в адрес Москвы и ее союзников в Средней Азии. Талибы призвали своих противников прекратить гражданскую войну в Афганистане для совместной борьбы против единого врага России. Продолжит тему Мария Герасимова. Наступило время для наших противников объединиться с Исламским эмиратом Афганистан для борьбы против России, давнишнего врага Афганистана. С таким заявлением обратился сегодня МИД администрации «Талибов» к Северному Альянсу. Заявление сделано как раз через несколько дней после предупреждения России о возможности нанесения превентивных ударов по лагерям подготовки чеченских террористов в Афганистане. В заявлении «Талибов» есть угроза и в адрес соседних государств, откуда могут наноситься удары. Пока никакой реакции на призывы «Талибов» ни от лидера Северного Альянса Ахмада Шахмасуда, ни от законного президента Афганистана Бархадуздина Рабани нет. Между тем, накануне Ахмад Шахмасуд предупредил, что страны СНГ должны более серьезно относиться к проблеме экспансии «Талибов». Администрацию «Талибов», которая контролирует 90% территории страны, официально признали только Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Глава исполнительной власти Пакистана Перверс Мушараб уже заявил, что военные акции против боевиков в Афганистане чреваты очень серьезными последствиями. Сегодня исполняющий обязанности помощника президента России Сергей Старжемский заявил, что Россия не повторит ошибок Советского Союза. Ни о каком переиздании афганской авантюры не может быть и речи. Повторение ошибки, допущенной руководством бывшей КПСС, исключено. Это цитата. Тем не менее, отметил Истаржемский, когда речь идет о национальной безопасности, Россия ничего не исключает. Помощник президента вполне определенно сказал, что союзники России могут рассчитывать на поддержку, включая и оружие. Мария Герасова, УРТ. Сегодня Владимир Путин представил в Кремле региональным лидером своего полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе Константина Пуляковского. Президент, в частности, подчеркнул, что представителям главы государства в федеральных округах не вменяется в обязанность вмешиваться в действия региональной власти. Владимир Путин сделал и ряд других важных заявлений. Президент, в частности, я хочу вначале нашей беседы подчеркнуть, что все действия центральных властей и мои действия президента не направлены на ослабление вот этого важнейшего звена в управлении государством, как региональной власти. Представитель его президента в федеральном округе не вменяло обязанности и не ставит такой задачи вмешиваться в компетенцию в региональных власти. Напротив него стоит задача оказать всемирное содействие между властями. Несмотря на то, что вбрасываются различные тезисы о каком-то противостоянии между губернаторским комплексом и федеральным центром, я думаю, что это делается специально тем, кто хочет сорвать наши сомнительные действия. Вот это, на мой взгляд, элементы, я бы сказал, провокационные элементы, нацелены на то, чтобы внести раскол какой-то в нашу общую позицию и подорвать то единство, которое до сих пор наблюдается и помогает нам двигаться след по пути укрепления нашим государствам. Сегодня Государственная Дума объявила амнистию в связи с 55-летием победы в Великой Отечественной войне. С подробностями наш парламентский корреспондент Влада Вишневская. Поскольку амнистия приурочена к годовщине победы в Великой Отечественной войне, то затрагивает она прежде всего людей пожилых. В частности, снижен возраст подпадающих под амнистию женщин до 50 лет, мужчин до 55 лет. Там были представлены действительно, в том числе, доказательства того, что средний уровень жизни мужчин в России составляет 57 лет, это на свободе, ну а там, естественно, он много ниже. Вообще же список тех, к кому амнистия относится, а к кому нет, достаточно объемные всего будут освобождены примерно 110 тысяч человек. Однако сегодняшнее голосование совсем не означает того, что амнистия вступает в силу сразу же. Принятое Думой постановление начинает действовать только после официального опубликования в газете. Тем временем депутаты активно готовятся к обсуждению законов, касающихся реформы региональной власти. Поскольку в проекте документов предлагается отказаться от работы в Совете Федерации губернаторов, что автоматически означает для них потерю неприкосновенности, то они пытаются давить на Думу, заявляет представитель президента Александр Котенков. Вчера в разговоре с одним из высокопоставленных в Министерстве чиновников, когда вы говорили именно об этом законе, он улыбнулся и сказал, да, они знают, о чем говорят. Если депутатский неприкосновенность членской региональной власти будет снята, несколько губернаторов сядут в рапе, несколько чуть позже. Давление оказывается как прямо непосредственно на депутатов, так и косвенно. Если бывали очень много губернаторов, естественно, русской, в общем, если в обычные дни или даже в другие ситуации, вообще губернаторов дни мало. Сегодня их много. Это хорошее показание того, что, например, депутатам ведется определенная работа. Кроме законов о власти в регионах, президент предлагает депутатам к обсуждению документов о налоговой реформе. То, что касается акцизов, я вчера разговаривал с Владимиром Владимировичем Путиным, и, похоже, он мою точку зрения поддержал, не касаться цен самого дешевого бензина, так называемых народных марок, 76-й бензин, он самый дешевый. Как говорит Геннадий Селезнев, депутаты готовы приступить к обсуждению и налоговых законов. Влада Вишневская, Виктор Бабаев, Сарелла Санделян, ОРТ из Госдумы. И сегодня письмо правительству, в котором подробно излагается его позиция в отношении налоговой реформы поступила в Государственную Думу. В ближайшее время оно будет передано в бюджетный комитет. Советник президента Андрей Илларионов сегодня утвержден представителем президента России по делам группы ведущих индустриальных государств. Владимир Путин освободил Александра Лившица от этих обязанностей. Андрей Илларионов, только что вернувшийся из Вашингтона после встреч с представителями американской администрации, считает, что сейчас Россия и США могут говорить на качественно ином языке экономического общения. По крайней мере, есть шанс начать вести переговоры на равных, когда одна сторона или другая сторона, в общем, не то чтобы просит от другой, просто обменивается информация о том, что происходит в национальных экономиках, обменивается информацией, обменивается опытом, обмениваются соображениями, но отношения просителя и дарителя, вот они все-таки постепенно остаются в прошлом. В Казахстане успешно проведена операция по удалению у двухмесячной девочки паразитического врожденного образования на подбородке, напоминающего вторую голову. Девочка с патологией родилась в апреле в Павлодарской области. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении клиники и способен принимать пищу. В Киргизии с сегодняшнего дня русский язык стал официальным. Соответствующее решение принято парламентом и сегодня подписано президентом. Сегодня же состоялся телефонный разговор президентов России и Киргизии Владимира Путина и Оскара Акаева. Главы государств считают закон о статусе русского языка хорошим примером сотрудничества и результатом совместной работы в обеспечении прав соотечественников, проживающих на территории другой страны. Кроме того, республиканский парламент принял решение заменить название страны Республика Кыргызстан на Республика Киргизия. Парламент Кыргызстана проголосовал сегодня за переименование страны. Государство решено называть Республикой Киргизия. Русский язык в Киргизии также официально становится в один ряд с государством. Принятие этого важного закона, к сожалению, мы шли 10 лет. Тысячи тысячи киргизов прекрасно хорошо знают русский язык. Так что русский язык для нас, для нашего государства является действительно связывающим с женой. Закон о языке не единственный документ о защите русскоязычного населения. Накануне в газетах появился указ президента о сохранении русского языка и борьбе с дискриминацией по национальному признаку. Теперь Оскар Акаев настаивает, чтобы и парламент не затягивал сертификации закона о двойном гражданстве. Чем быстрее парламентарии одобрят закон, тем больше шансов сохранить в республике русскоязычную диаспору. В 1939 году из Кыргызстана в Российскую Федерацию по данным национального республики выехало 10 111 человек. В Национальном статистическом комитете подсчитали, что с тех пор, как Кыргызстан стал независимой, республику покинули около 400 тысяч русскоязычных жителей. Дмитрий Матюшин, Ирина Чистякова, ОРТ. И на этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Жили-были три медведя. Пиво три медведя. Сказка для взрослых. Мальчики, пиво, водочки. 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 Я знал, что вам понравится. Мальчики, пиво, водочки. Мальчики, пиво, водочки. Жили-бы, водочки. Мальчики, пиво, водочки. Продолжение следует...